Девятое мая. Великий праздник отмечает вся страна. На главной площади Одинцова провожают в город Герой Новороссийск делегацию нашего района. Эта поездка состоялась в рамках масштабной эстафеты Салют Победе. Она уже пятый год проходит в муниципалитете. На этот раз акция посвящена обороне Новороссийска. И вот сегодня мы едем по приглашению в Новороссийск для того, чтобы показать про нашу эстафету, что мы любим своих ветеранов, мы поделимся опытом и мы отдадим дань уважения нашим героям, которые воевали на всех морях, на всех океанах Великой Отечественной войне. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь с нами и провожаете нас в эту патриотическую поездку с нашими ветеранами. Ветераны, школьники, молодежные активисты, представители районной администрации и управления образования. Сегодня они моряки. Проводить делегацию в добрый путь пришли глава муниципалитета Андрей Иванов и первый зампред Московской областной думы, герой России Лариса Лазутина. С экрана к участникам эстафеты обращается мэр Новороссийска. Земля Новороссийска пропитана кровью героев, остановивших фашистов в битве за свободу Кавказа и продвижение Советской Армии к победе над врагом. Мы с радостью ждем вас на нашей героической Новороссийской земле. С большим удовольствием проведем для вас экскурсию по памятным местам. Покажем, как сегодня живет и развивается Новороссийск. Обязательно обменяемся опытом по военно-патриотическому воспитанию. До скорой встречи, дорогие друзья! Организованно садимся в автобусы. По праздничной Москве быстро доезжаем до Казанского вокзала. В одно мгновение он становится концертной площадкой. Песни военных лет, танцы поднимают настроение перед дальней дорогой. Наша эстафета «Салют победе» – это действительно уникальный проект. Такого проекта, наверное, нет не только во всей Московской области, но, мне кажется, мы первые в Российской Федерации. И, естественно, мы очень надеемся, что нашу эстафету подхватят в Новороссийске. У нас уже сложились очень теплые добросердечные отношения с этим замечательным городом-героем. 30 часов в пути и делегацию Одинцовского района встречает город Новороссийск. Здесь многое говорит о его героическом прошлом. Памятники, музеи в Новороссийске помнят подвиг своих прадедов и гордятся им. А еще этот город очень гостеприимный. Город-герой Новороссийск с большой радостью встречает дорогих в сердце у гостей. Мы рады приветствовать вас в самом сердце Черноморского побережья. Ну и по старой доброй традиции почетных гостей мы встречаем хлебом с солью. Ну и, конечно, вы сегодня не исключение. Мы с большой радостью угощаем вас. Добро пожаловать! Отламывайте каравай по традиции хлеб. Соль, угощайтесь! На берегу Черного моря находится ансамбль-мемориал «Малая земля». Этот памятник – главный символ города. По своей форме он напоминает переднюю часть носа боевого корабля. Вот он, красавец, монумент строился несколько лет. Был открыт 16 сентября 1982 года. С правой стороны мы видим группу бойцов, которые выскакивают на берег. Кто-то на берег, кто-то в воду прыгает и вступают непрерывно в бой. 225 дней длилась оборона этого маленького участка земли, закончившись 16 сентября, в день освобождения всего Новороссийска. Внутри памятника находится галерея боевой славы. На стенах название соединений и частей, защищавших Малую землю. Имена героев Советского Союза. В зале звучит музыка. Героическая оборона Новороссийска началась 19 августа 1942 года. В захвате города участвовали 5 вражеских дивизий. Наши войска уступали немцам в силах и средствах. По людям в 4 раза. По орудиям и минометам в 7. По танкам и самолетам в 2. Сегодня, 11 мая 2019 года, в день пребывания в городе Герои Новороссийской делегации Одинцовского района Московской области, мы собрались на площади Героев Новороссийска, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Ледяная вода, вражеский огонь. На каждого из нас придется по десятку гитлеровцев. Сегодня мы вступим в смертельную схватку. Идя в бой, мы даем клятву Родине в том, что будем действовать стремительно и смело, не щадя своей жизни ради победы над врагом. И двинемся! Войска 47-й армии и части морской пехоты, отражая многочисленные атаки и ценой невероятных усилий, остановили врага, не дали ему захватить город. Планом немцев прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью так и не удалось осуществиться. Ну а вечером в местном концертном зале молодежный театр «Студия Крылья» выступил с музыкальной программой, посвященной обороне Новороссийска. ПЕСНЯ Талантливые артисты под руководством Ольги Кобецкой каждый год принимают участие в патриотической акции «Салют Победе». Военные песни в их исполнении никого не оставляют равнодушным. Концерт просто бесподобный. Мы так счастливы, что мы побывали на таком концерте. Это умницы, такие профессионалы. Просто вот, вы знаете, душа поет, когда смотришь на этих артистов. Все-таки они тоже народные, как и мы. Мы слушатели, мы просто с удовольствием посмотрели. Просто от души мы так благодарны. Большое спасибо. Просто одинцовцам – это молодцы умники. За пять лет эстафета «Салют Победе» стала настоящим народным проектом, и он будет продолжаться. Уже в следующем году поезд Победы с одинцовской делегацией вновь отправится по местам боевой славы, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто защищал нашу Родину. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова